Богоявление один из 12 главных православных праздников. В ночь на 19 января в православных храмах пройдет праздничная божественная литургия, по окончанию которой состоится чин великого освящения воды, как в божьих обителях, так и на открытых водоемах память о крещении Христа. Среди верующих существует традиция купания в Сочельник. Православные отправляются на водоем, а анапчане и гости курорта – к морю. Для того, чтобы избежать несчастных случаев и неприятных последствий в крещенскую ночь, власти города-курорта открывают специальные места для купаний и организовывают безопасность тех, кто решил в эту ночь совершить обряд омовения. Места традиционно определены. Это три места – Малая бухта, Центральный пляж и пляж Станицы Благовещенской. На всех этих местах у нас уже отработаны места расстановки сил и средств. К силам и средствам относятся силы обеспечения профессиональных спасателей, правоохранительных органов и медицинское обслуживание. Пляж Малая бухта в Анапе уже стал традиционным для купаний в праздник Крещения Господня. Совершаются они после молитвы и освящения воды отцом Александра, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского. В этом году на трех точках купания ожидается большое количество православных, желающих окунуться. Ориентировочно у нас ожидается в Малой бухте до 2000 человек, на центральном пляже тоже 1500 человек и порядка 500-600 человек принимают участие в Благовещенской. В Крещенскую ночь не стоит пренебрегать советами врачей. Не рекомендуется погружаться в море больше, чем на две минуты. К воде нужно идти в обуви, потому что ноги замерзают первыми. Но главное все же для христиан в великий праздник – это присутствие на церковной службе, исповедь и причащение святых христовых тайн, причащение Крещенской воды. По народным поверьям, святой в Крещении считается любая вода. Во время освящения говорится, что освящается вод естество, то есть сама водная стихия. По региону.